Что говорит Аллах? Когда ниспосылается какая-то сура, это добавляет сомнение поверх сомнения тем, чьи сердца поражены недугом. А когда ниспосылается Коран, его слушает верующий, он говорит, Аллах сказал истину. Когда Коран слушает верующий, он прислушивается, хочет слушать еще, проникается. Друг мой, рассмотрим реальность. Вот в мусульманской общине, в нашей уме, причисто Аллах, и дня не проходит. Вот вдумайтесь в это, пожалуйста. Не проходит и дня без того, чтобы мы не открыли определенную книгу. Несколько раз в день. Несколько, в смысле несчетное количество. Тебе не сосчитать, сколько раз ты ее открываешь. Я сказал книга. Но называется она иначе. Я сказал книга, чтобы вы задумались. Но это что-то иное. Что это за книга, братья? Фейсбук. И еще есть. Сестра Фейсбука. Ватсап. Еще тетя Фейсбука. Инстаграм. Папа Фейсбука. Или дедушка, Твиттер. И внучок Фейсбука. Снэпчат. И вся эта семейка постоянно с нами. Люди погрязли в соцсетях. Вот знаете, что расскажу? Как-то одна сестра говорит мне. Мне говорит, по ночам спится тревожно. Джина беспокоит. Из-за этой сферы что-то. Она помощи у меня попросила. Она даже ходила, чтобы ей руки прочитали. Но не полностью исцелилась. Но я ей спрашиваю. А сколько Корана в день ты читаешь? Она говорит, шейх, ну, честно говоря, где-то 3-4 страницы в день. И это хорошо для многих. 3-4 страницы. Я говорю, а побольше можешь читать? Увеличить порцию ежедневного чтения Корана. Она говорит, ну, шейх, трудно это мне. То одно, то другое. У меня вот работа. Я говорю, ладно, понятно, что работа. С работы, говорит, возвращаюсь. За родителями надо поухаживать. Я говорю, конечно. Естественно, это важно. Но все-таки можешь читать побольше Корана. Ежедневно. Она мне говорит, не, шейх, вот 3-4 страницы могу. Я ей говорю, послушай, у тебя ведь и дня не проходит без того, чтобы ты в WhatsApp много времени провела. И так каждый день. На это же у тебя времени хватает. Если б ты с тем же намерением к Корану подошла. Чтоб ни дня не проходила. Чтоб я не прочитала вот такую-то порцию Корана. Я вам скажу, братья и сестры, с таким намерением и дня не будет у вас проходить. Чтоб вы не прочли свою порцию Корана. Или вот зикр. Поминание Аллаха. А ведь это единственный способ, как сердце растопить, которое почернело от грехов. Аллаха поминать. Других способов нет. Только поминать Аллаха. По-другому сердце не очистить. Причем поминать надо как следует. Сосредоточенно. Вот, например, врач скажет человеку, тебе сердце лечить надо. Без этого лечения никак. Также, если духовное сердце у вас забито, лечится это только поминанием Аллаха. Нет зикра. Тогда не исцелиться. Наш пророк, салаллаху анахи у салям, сказал, для любой вещи свое средство очищения. То есть разные средства для разных вещей. Если хотите вымыть машину, то нужно использовать правильное средство. Не отбеливатель. И туалет вы не будете мыть. Например, мылом. Для него как раз отбеливатель. Доместас там или еще чего. Для каждой вещи правильное средство, а то испортишь. И пророк сказал, для сердца это средство, чтобы очистить его. От ржавчины грехов и беспечности. Пророк сказал, дикруллах, поминание Аллаха. Без него ваше духовное сердце не очистить. И когда говоришь людям, поминайте Аллаха, делайте викр, они говорят, некогда. Вот братья и сестры, это большое преступление. Люди ежедневно заходят в соцсети, бесчетное число раз. Не считают, сколько минут, сколько часов не смотрят. А когда им говоришь, делайте викр, поминайте Аллаха, читайте Коран, говоришь им делать что-то духовное, им это некогда. Я вам скажу, в чем большая опасность. Нет бога, кроме Аллаха. Я в поезде ехал со своим шейхом. Шейхом из Бангладеша, Муфтием, Фаруком Баруни. Дай бог ему здоровья и долгих лет жизни. Скажите, амин. Мы четыре часа говорили. И тогда он сказал мне кое-что. Сказал очень глубокую вещь. Я ему говорю, шейх, вот многие люди собирают деньги на мечеть. Если вы организовали сборы на мечеть, многие сразу захотят скинуться. Если собираете на какие-то срочные нужды по здоровью, люди сразу пожертвуют. Я ему говорю, а если пытаешься собирать на образование, то мало кто дает. Процентов 10 людей, которые могли бы дать. И говорю, вот как бы людей побудить больше жертвовать на образование. Он немного помолчал и говорит, когда вернешься, скажи людям. Скажи им, что если человек в странах третьего мира, голодающий, умрет от голода. Из-за недостаточного питания. В странах третьего мира, если умрет он, где еды нет, или где антисанитария, или где нету воды. Но если он умрет с иманом, с верой, он попадет прямо в рай. А если человек умрет в развитом обществе, в Англии, в Америке, в Канаде, в Европе. Если человек умрет с полным желудком, но при этом без имана, без веры. Или если он умрет, в то время как в душе было что-то греховное, запретное. То этот человек может попасть в ад. И вот это уже меняет восприятие. Чувствуете, да? В чем смысл? Вот скажем такой пример. Если кто-то умер, не совершив паломничества. Хадж. Что обычно делают? Делают хадж за него. То есть кто-то из семьи, или еще кто-то, совершает хадж от его имени. А кто умер, не выплатив налог. За кэт. Что делаем? Отдаем этот закат из его имущества. В соответствующее место эти деньги передаем. Вот такая компенсация. Он умер, но Аллах дал выход. Тот, кто не постится, можно милостыню раздать. В счет тех дней, которые надо было поститься. И надеяться, что Аллах примет. Но, если кто-то умер с каким-то плохим качеством в душе, с каким-то пороком. Например, человек умер, имея в сердце пристрастие, скажем, к тому, чтобы побольше наслаждений от жизни брать. То есть человек страстно любил этот мир. А любовь к миру это болезнь. В этом случае, если даже мы знали, что человек был таким, мы все равно не сможем никак за него это искупить. Никак ты не искупишь это, чтобы в вечном мире ему помочь. Если кто-то умер, еще с каким-то изъяном. С любовью к деньгам. С любовью к женщинам. А ведь это то, что людей с ума сводит. Вот видели людей, которые сахар любят. Вот тут печеньки лежат, да? И вот люди есть, которые к ним пристрастие имеют. Халва, пахлава, еще там что-нибудь. Ферреры Роше, шоколадки, твиксы там всякие и так далее. Допустим, на празднике стол накрыли. Некоторые один-два с трудом съедят. А некоторые будут есть вот так. Одну за другой. У некоторых вообще терпения нет, по две берут сразу. Хоп, макнули. Некоторые, ну вот никак не могут наесться. Даешь им шоколадные пирожные съедают. Даешь им бисквитное пирожное, съедают и его. Не контролируют уровень сахара. И точно так же. Некоторые люди не контролируют свою любовь к деньгам. Как только деньгами запахнет, ох, чё делается. Только деньги, учуял ему без разницы. Халаль, харам. Без разницы. Он халаль с харамом перемешает и съест. Вот занимаются же люди разными финансовыми схемами. И часто им вообще без разницы. Халаляты или харам. Вкладывают и вкладывают. Делают и делают деньги. Для многих. То, что их бизнес харам, без разницы. Покаюсь потом. А пока буду делать всё, что хочу. Это же так приятно. Друг мой. Делать такие вещи. Это как. Кредитная карта. Покупай сейчас. Плати потом. Точно так же с грехами. Если грешишь, то как получается? Ты говоришь, мне без разницы, я люблю деньги. Надо жить сейчас. Ну так вот, покупая это сейчас, в будущем, в вечной жизни, большую цену придётся заплатить. А вот другие люди нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Они падкие. На противоположный пол. Многие мужчины и женщины это не контролируют. Большая страсть у них к этому. Если перед таким мужчиной и женщина, он сразу, как квашне, не контролирует себя. Типа, ай, без разницы. Просто хочу это получить. И это тоже болезнь сердца. Некоторым, только дай доступ к вайфаю, они согрешат. Вот я не понимаю таких людей. Субханаллах, причисто Аллах. Даже на женщине женится не каждый, зато на вайфае каждый. Каждый женится на вайфае. Молодые братья с бородой жениться не хотят, а без вайфая жить не могут. Им нужен вайфай. Всё время с ним хотят быть. Всё время. А жена? Не-не-не. Потом, потом, потом. В 27, 28, 29. Ему родители находят невесту за невестой. Ему 21, 22. А он отказывается, типа, нет, нет. А всё почему? Да не нужна она ему, потому что. Она красивая, ислам хорошо соблюдает. Всё остальное, так ведь нет. И папа не понимает, почему. А он-то знает, почему. Потому что он не говорит ей, да? Потому что у него же ведь есть... Ну, как бы... Рэйчел. Понимаете, да? Чатится. Переписывается. Вот это у него из головы не выходит. А когда ему исполняется 30, он такой, типа, ну всё, пора остепениться. Всё, женюсь. Пап, я жениться хочу. Да кому ты нужен теперь, лысенький? Кого ты в жены возьмёшь теперь? Тебе 30, 32, 33? Трудно уже. Вот молодёжь не понимает. Не понимает. Если у вас пристрастие к женщинам, или к мужчинам пристрастие, если вы женщина, у вас болезнь в сердце, контролируйте её. А единственный способ, как это сделать, если у вас халяль-жена, проблем нет. А если харамные отношения, вы губите себя. И послушайте вот что. Скажу вам. У некоторых людей в сердце живёт страстное желание жить в этом мире долгое время. Это тоже болезнь сердца, многие не знают. Ну то есть, понятно, все хотят жить. Я вас к самоубийству не призываю. Просто задумайтесь. Вот если вы планируете жизнь на долгий период, проблем нет, маша-лах. Пусть Аллах благословит вашу жизнь. Амин, скажите. Но если вы хотите жить долго, но при этом считаете, что вы не нуждаетесь в Аллахе, у вас серьёзная проблема. Это болезнь сердца, и Аллах об этом в Коране говорит. Вот вы, сидите здесь верующие. Если спрошу, хотите с Аллахом встретиться? Если скажете, ну уж нет. Если спрошу, с Аллахом хочешь встретиться? Ой, пожалуйста. Ну, иншаллах. А почему? А ты не готов? Не обновляешь покаяние. Намазы пропускаешь. Ты не готовишься к вечной жизни. Не живёшь так, что можно в любой момент Аллаха встретить. Это серьёзная проблема. Проснись, друг мой. У тебя сердце больное, душа засорена, а ты не понимаешь этого. И думаешь, что всё нормально. Думаешь, это жизнь. Однажды ты ляжешь под землю, мой друг. Однажды тебя похоронят. Тебя положат под землю. Я вот что скажу. Если твоё сердце хочет долго жить и не хочет встречать Аллаха, у тебя серьёзная проблема. Почему? Аллах говорит. Разве не пришло время для верующих? Чтобы их сердца смирились при поминании Аллаха. Чтобы их сердца прислушались к аятам Корана, которые Аллах не спасал в Коране. Разве не пришло время понять верующим, что вы не должны быть, как люди до вас, которым было даровано Писание. Мирская жизнь представилась им длинной, и сердца их почерствели. Они долго жить хотели, и сердца их почерствели. И многие из них начали грешить. Если ты думаешь, что ты пока не умрёшь, если думаешь, что не умрёшь ни завтра, ни через неделю, ни через месяц, ни через год, ни через 10-20 лет, и в то же время ты не поминаешь Аллаха, у тебя серьёзные проблемы, друг мой. Твоё сердце же привязано к этому миру. Оно жаждет долгой жизни. Аллах говорит, Каждый из них желал бы прожить тысячу лет. Но живи он хоть тысячу лет. Это ничуть не отдалит его от мучений в адском огне, когда он попадёт в вечную жизнь. В чём суть, мой друг? Если ты хочешь прожить долгую жизнь без Аллаха, когда ты придёшь к Аллаху, это будет твой худший кошмар. А если ты хочешь прожить долгую жизнь, но при этом ты знаешь и подчиняешься Аллаху, то день твоей смерти будет лучшим днём для тебя. В этом разница. Верующий готов умереть в любой момент. В любой момент верующий готов встретить ангела смерти. Я читаю намазы вовремя. Обязательные поклонения совершаю вовремя. Я читаю Коран. Я стараюсь свой нрав исправить. Как я себя веду? Стараюсь себя хорошо вести с людьми и с Аллахом. Стараюсь делать добро, чтобы в будущей жизни попасть в рай. Если ты готовишься, тогда, мой друг, день, когда ты умрёшь, будет лучшим днём в твоей жизни. Иншаллах.